в общем решили мы организовать танков встречу и с учетом того что танкам 10 лет не девять не пять это должно было быть что-то крутое глобальное офигенное отсюда родился танки трип то есть четыре танков встречи в четырех крупных городах и вот как все прошло есть такое ощущение что маша не едет не только в вильнюс вообще никуда не едет вы долетели мы долетели чудесно мы такие свежие собственно это первый пункт нашего маршрута нам сейчас нужно взять автомобиль сейчас какой-нибудь угоним едут наши футбол точнее ваши футболочек где-то там вас глобального нету машина застрахована осаго каска угон ущерб не застрахована от грубых нарушений правил пдд запрещена учебная езда и езда по безоружию передача управленным лицам не вписано доверие попадете или поцарапаете что-то а это пойдет на компенсацию расходов вкратце все как отсюда выезжайте в какую сторону я даже не знаю машина у нас теперь главное дело обклеить ее это уже второй для нас максом автопробег и еще тогда первый раз мы ловили себя на мысли что поклейку автомобиля нужно отдавать профессионал и и да мы наступили на эти грабли снова все время икс погнали на встречу в измайлово в общем друзья сегодня мы Сегодня у нас мероприятие часа на два, состоять оно будет всего из нескольких частей. Ваши вопросы, наши ответы. Вы задаете вопросы про игру, про околоигровое что-то. Я или, возможно, Саша Наженко мне поможет, она здесь, где-то рукой поднимет. Мы постараемся ответить по максимуму на ваши вопросы. Окей? Здесь, конечно, можно было заблудиться. Пришла за полтора часа. С танками я, в принципе, познакомилась, когда мне брат о них рассказал. Я пришла сюда просто увидеть людей, с которыми я играю ежедневно. Получается, я играю с 2010 года в танки онлайн. Меня перевел сюда вдруг. Я играю в эту игру только из-за кланов. В турнирах захожу каждый день общаюсь с друзьями. Здесь классно, отлично все. Супер. О мероприятии узнала я, так как играю в танки, но в связи с работой я просто иногда, бывает, не успеваю. Я была в том году тоже на встрече. Понравилось, стало интересно, что будет в этот раз. Очень даже интересно и прикольно. Меня зовут Катя, Ник, счастливая. Я тоже нахожусь с помощником. Встречу узнала, собственно, через нашу группу ВК. Ну, а те, кто пропустили встречу, те, можно сказать, упустили очень много. Атмосфера, на самом деле, здесь достаточно весела. Народу, я думала, будет меньше, но здесь как-то так толпа и должны подступиться. Сегодня вот променяла игру и поехала сюда. Хотя мне ехать очень далеко. Играет с 2010 года. Причем опыт. У нас тут толпа, которая собралась, мы все сидим в паркуре. Про паркур в танках. Если вы паркурите в танках, то тогда вы хороший человек. А если вы сидите, как мы, до рестарта серверов, то я вам соболезную. Вот, 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 вот войны. Вот войны. Раз, два, три. Ты, так иди сюда. За восемь лет не дошел до рикошета М3, но телефончик-то и выиграл. Планировал сегодня перейти на танк-встречу. Знал о ней заранее. Я неожиданно для себя выиграл сегодня. Удача ловно с меня. Таким образом, желаю приходить сюда. Здесь море позитива, единомышленников, хорошего настроения. Танки! Ура! Время 6 утра, и мы выдвигаемся во второй пункт нашего путешествия в Питер. Вчерашнее внезапное появление ореха. Было ли оно внезапно? Ну ты же нашел, ты же справился. Я так долго искал. Нет меня здесь, что ты не снимаешь. Для игроков вчера появившийся орех был, конечно, супер внезапным. Конечно, и для нас. Семен нас предупредил, что он будет в Москве, и он может и скорее всего заглянет к нам на встречу. Контейнеры! Можно вскрывать долгие формы. Я! Илья! 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 Что называется? Такая радость, растерянность, что это все не со мной. Расскажи, давно играешь в танки? Очень. Ну, лет 9, наверное. Чем игра нравится? Комьюнити. Есть интересные люди, с которыми можно пообщаться. Развивайтесь. Народу побольше. Всего побольше. Повезло, что хотя бы родители отпустили. Пожалуйста, отпускайте своих детей на танковстречи. Ваш ребенок может выиграть какие-нибудь призы. Это Петербург, и мы здесь с кем, спросите вы? Мы здесь с танками. Омлайн! Встречи в Москве и в Питере свершились. Сейчас у нас day off. Небольшой выходной перед встречей в Вильнюсе. И мы поедем в сторону границы, пожалуй. Но сперва заправимся. Итак, почему я осталась в Питере, а не поехала со всей командой на литовскую танковстречу? История и грустная, и банальная одновременно. Мне просто не успели вовремя прийти документы. Хотя подавали мы все их одновременно. И если их паспорта пришли вовремя, то мой пришел на неделю позже. И самое обидное то, что виза-то в нем все-таки была. А Маша с нами не едет. Луза! Прошли границу буквально за 30, может, чуть больше минут. И все, мы в Европе. Нарва! Кататься по Европе довольно комфортно. Доехали сейчас от Санкт-Петербурга до Нарвы. Это уже в Эстонии до Таллина. Вот сейчас гуляем. Есть пара часиков, а потом дальше в путь. В Ригу. Приходил к нам сейчас ветер свободы. Сводил нас покушать вкусно. А потом задал несколько вопросов. Прямо как на танковстрече. Порассказал, как живется в Таллине. Круто, интересно, прикольно. Ехали, ехали, ехали и остановились посмотреть на море. Ещем в Латвию. Но только здесь вот никаких шлагбаумов, ничего. Просто проехали. Вот Латвия. Как красиво! Четвертый день нашего путешествия. Сегодня встреча в Вильнюсе, но чуть позже. Вчера весь день провели в дороге. Днем остановились в Таллине, погуляли пару часиков. А в Ригу приехали уже совсем поздно, почти в 11 вечера. Прямо сейчас направляемся в Вильнюс. Осталось километров 150-200. Ничего, успеем. Путешествовать на микроавтобусе очень здорово. Это как тур рок-группы. Мы много шутили и обсуждали серьезные рабочие моменты. Останавливались в прикольных местах, чтобы немного отдохнуть. Старались во всем помогать друг другу. Я думаю, такие поездки очень сильно сплачивают команду. Можно повторять их чаще. Хотелось бы поблагодарить наших модераторов, которые лично пришли на встречи. Во-первых, было очень приятно познакомиться с вами вживую. Во-вторых, спасибо вам за помощь. Я знаю, что было сложно, но вместе с вами мы справились. Спасибо, что вы есть. Мой некий зи соло. Играю в танки онлайн уже около 9 лет. Начал играть в киберспорте с 2013 года. Я состою и в клане, и играю в соло турниры. Последний турнир был ТОВ Тандем, который я успешно выиграл. Это первая танков встреча в Литве. Я не мог этого просто пропустить. И вот приехал к вам. Меня зовут Габриэля. Я 14 лет. Я живу в красивом городе Вильнюсе. Я очень рад, что танки онлайн-отворцы пришли к моему городу. Я мечтал об этом, но не вернулся, что это будет происходить. Я люблю этот игр, и танки онлайн-отворец в моей жизни. И я очень рад. Я играл в этот игре около 9 лет. И я очень рад. Этот игрок очень интересный. И он очень здорово для твоей времени. Это очень интересный игрок. Этот ивент, который происходит за мной, очень интересный. Это очень весело. Это очень весело. Дружный, компанией Alternativa Games. Долгое время мечтал посетить танков встречу. И вот спустя 5 лет танки приехали в Вильнюс, в мой город. Я, безусловно, очень счастлив. На тот момент мы еще точно не знали, по крайней мере, я, будет это Рига или это будет Вильнюс, когда уже точно определились, начали думать о месте проведения, перебирали разные варианты. Некоторые части нужно было согласовать. Несколько звонков, писем, уточнений и танки в Вильнюсе. Опять этот автомобильный лифт, в который надо как-то влезть. Вот наш бусик. Проехали белорусскую границу между Литвой и Белоруссией. Ушло буквально минут 30. Опять нам везет. Так, ребята, трюк выполнен командой профессионалов на перекрытой специально для этого дороге. Не пытайтесь повторить, ни в коем случае. Мы приехали в Минск, уже девочек отправили, и отдохнем с Максом сами сегодня. Сегодня последний день нашего путешествия и заключительная встреча в Минске. Кудрявая. 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 А кто, кто навел кудрявый? Не кудрявый. Не кудрявый. Женщины все такие разные. Это Коля в Примом-Ингинке. До Минской встречи есть еще пара-тройка часов, и мы решили заехать, помочить ноги. Прикиньте, мы в море заходим. Для справки, в Перми этим летом лета не было. И для нас это просто дикость. Ну что, привет, Минск! Да! Меня зовут Дмитрий. Это мой сын Георгий. Мы приехали из Бреста. Ну, приехали мы сюда на неосновных аккаунтах. Вот. У нас основные уже дома все лежат прокачаны. А вот то, что нам надо было. Не, мама с ним играла когда-то, когда он совсем маленький был. А я потом посмотрел, подключился. Мне это понравилось. Игра осталась игрой для людей. Молодец! Поздравляем! Меня зовут Матвей. Я приехал с города Мядзель. Обещения очень хорошие. Рад, что телефон выиграл. Вау! Спасибо большое! Я, Биг Танкс. Олечка. У меня тоже есть свой канал на Ютубе. Это прям была мечта, именно встретить вас вживую. И когда только анонсировали танковстречу, я сразу Максиму написал. Спросил у него, будет ли в Киеве или в Минске. Потому что мы 100% будем. Не могли пропустить вообще никак. И спасибо еще, хотела сказать, знаете, за что? За то, что вы добавили краску «Первая любовь». Потому что это была моя первая краска. И потом, когда она добавилась, у меня прям ностальгия, тепло. У всех зеленая первая, у нее такая. Не, вообще играйте в танки. Не жалуйтесь на обновления, потому что они классные. Если они их... В основном. Значит, это нужно. Понятно? Это Минск. И мы в конце этой танковстречи. Поэтому, танки, пока! После мероприятия в Минске, мало того, что надо было ехать из Минска в Москву в ночь, так еще нужно было где-то в какой-то момент времени расклеить машину и сдать ее чистой. Мальчикам было без разницы, что у нас свежий маникюр, что мы можем сломать ногти. Они все равно нас заставили обдирать эти стикеры. Саша решил задержаться в Москве еще на пару дней и покидает нас. И мы счастливы! Это невероятное чувство, когда ты видишь танкистов счастливых, абсолютно довольных тем, что вы к ним приехали, заряжаешься их энергией. Таких чувств и эмоций, как во время наших ивентов выездных, я не испытываю никогда. Со стороны может показаться, что это такое увеселительное мероприятие. Приехал, пофоткал, но на самом деле это ранние подъемы, ночные перегоны, монтаж на ходу в любом удобном и неудобном месте. А за всем этим недели, может быть, даже месяц подготовки, планирования, печати футболок, промокодов, всего-всего. Бывало, заглянешь в комменты, а там такие немного неприятные шевеления, то есть где-то ругань, где-то еще что-то. Но мы-то уже знаем, что на танковстречах в личной жизни все-то зайки. Ну, в этот раз не исключение. Все нас были рады видеть, мы всех были рады видеть. Ну, короче, любовь, морковь и танки. У нас один безбилетный пассажир. И лотерея, войдет, не войдет, без багажа.